Вот так оборваемся. Ничего не сделаем. На самом деле Михаилу Книжнику совсем не до смеха. За окном чуть выше ноля, а батареи дома холодные. Нет и горячей воды. Жаль не себя, говорит пенсионер, а супругу, которая недавно перенесла инсульт. Женщина с трудом передвигается по квартире. Я нужна все время. Но вчера я не думала. Вот недавно только отопления не было и воды горячей нет. И сейчас тоже. Пощупали батареи холодные. Проснулась сейчас ночью от того, что замерзла. Возле дома разрытие. В очередной раз прорвало отводящий трубопровод. Ремонтная бригада особой активности не демонстрирует, но твердо обещает. Прохудевшиеся трубы заменят уже сегодня. Установка от руководства пустит тепло до конца дня. Можешь ночью. До победы. Ждут, когда станет по-настоящему тепло студенты и преподаватели кооперативного техникума. Территорию возле учебного заведения перерыли еще в сентябре. Идет замена теплосетей. Плановые работы, как это часто бывает, затянулись. Подключили сначала к одной трассе, которая не дала нам нужных параметров для того, чтобы обогревать здание. Потом к другой трассе. Начались ряд аварий. И в результате два дня отапливаются, три дня нет. И вот так мы до сих пор в таком режиме и занимаемся. Верхнюю одежду в помещениях техникума никто не снимает, говорит директор. Когда температура опускалась ниже ноля, приходилось отменять занятия. Нет тепла и горячей воды в студенческом общежитии. Учащиеся вынуждены пользоваться обогревателями, нарушая технику безопасности. В кофтах, спим, ходим. На скалочных мерзнем. А больных вообще прослуживаешь? Да. Я сама не до нас больничного вышла. Если верить подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, терпеть преподавателям, студентам, а также жителям окрестных домов осталось всего ничего. Замена тепловых сетей практически завершена. Остаются последние контрольные врезки. У нас, значит, подключаются все потребители. На завтра, на утро, полностью по нормальной схеме, запитывается весь район. Студенты и жители окрестных домов искренне хотят верить словам ремонтников. На дворе как-никак ноябрь. И потом люди вправе получать качественные услуги, за которые исправно платят. Но коммунальные службы приучили горожан к тому, что обещанного нужно ждать. И иногда ожидание затягивается. Денис Ренов, Виталий Осипов, РЕН-ТВ Пилот.